Этот мяч, что Лейкер стартовал в попадании, наверное, никого удивлять не должно. Команда классная, блестящая сейчас. Травмы игроков. Я говорил, что никаких кадровых потрясений в межсезонье в команде не было. Но если брать по факту, то только Роджер не сыграл лидер команды Гилберт Аренас. Разыгрывающий, один из лучших разыгрывающих НБА. Блестящий сейчас. Байном поработал на подбор. 18-9. И мой Байном вот там в трапеции трудится. Вот это было комфортно для него в данной ситуации. Ну, так или иначе, своего он добился. Будет сейчас выполнять штрафный. В росте сейчас за гостями. По крайней мере, в мастерстве. Вот уже 10 очков первой четверки может набрать Байном. Если сейчас попадет, да, мяч. Почит забирается. Разрыв у нас во второй четверти. Ждем появления основных игроков. Брадманович в итоге назнагражден был передачей. Промахнулся опять. Щит выигрывает Газоль. Байному сбрасывает. И Батлер сам будет решать последнюю атаку. Позабирается под блок. Фишер. Байном. Будет он маги продавливать. Видели мы это и в первой четверти. Не будет набросать. Да, сыграл через Байном. А тот вновь обыгрывает Майдан. В данном эпизоде все справедливо. Арбиты разобрали. 16 очков у Байнома уже было. Вот оно 17. Не решился. И вновь Байном выигрывает щит. Забивает два. Забросит на центрового. Кто снова будет решать эту ситуацию. Хорошо оставил этот мяч. А резит. Почнее, 9 оставшихся минут. Этой четверти, естественно, после таймала. Опять много суеты под кольцом. Вновь не везет хозяевам. Но он и с мячом. Он же будет атаковать. Трехочковый бросок. Нет, не по...